Великий Лев Толстой сказал, для того, чтобы быть учителем, достаточно иметь большие знания и большое сердце. Чтобы пробудить разум, раскрыть способности, научить мыслить и действовать, необходим прирожденный талант, который и отличает настоящего учителя. В России наступивший 2023 объявлен годом педагога. В ближайшие 12 месяцев наставников и их воспитанников ожидает множество интересных событий и дел. Развитие устной речи, словарного запаса и звуковой культуры на занятии по грамотности воспитанникам детского сада «Снежинка» скучно не бывает, ведь чем сложнее задание, тем интереснее его выполнять. Воспитатель Лариса Николаева знает, как сделать урок не только познавательным, но и увлекательным. С дошколятами она работает более 40 лет. Да, с детства очень любила детей. Мама работала в детском саду. И как бы вопроса, наверное, не было, кем я стану. И поэтому всю жизнь я в этой профессии. Было время, когда сады в советское время сокращали, убирали. Люди поуходили из детских садов. Многие мои коллеги ушли, расстались с этой профессией. А я осталась. Вот до сих пор у руля. Наталья Скворцова – коллега Ларисы Николаевны. Совсем скоро ей придется расстаться со своей группой. В этом году ребятишки Натальи Юрьевны отправятся в первый класс. В садике воспитатель работает уже 7 лет. А в профессию пришла почти случайно. Пришла в профессию я, введя дочь сюда, в детский садик. И решила, думаю, почему бы не попробовать. И как-то оно само собой получилось. Конечно, не ожидала, но я втянулась. Мне очень нравится работа, работа с детьми. Дочь давно пошла в школу, а Наталья Юрьевна осталась работать с малышами. В начале профессионального пути, признается воспитатель, бесценную поддержку ей оказали коллеги. Они щедро делились опытом, подсказывали и направляли. Без них бы я, наверное, вообще не справилась. Придя в профессию, ничего не зная, куда, что, как слепой котенок, в этом мне помогли старшие коллеги, мой наставник. То есть своими советами, примерами. Профессия воспитателя сопряжена с постоянным развитием и ростом. Эта позиция объединяет весь коллектив «Снежинки». В практику внедряются инновационные методики. Массу проектов педагоги реализуют вместе с детьми и родителями. Завоеванными высотами наставники по праву могут гордиться. Мы всегда активные участники всех мероприятий. И городских конкурсов, мероприятий, департамент, который проводит, и республиканские, и всероссийские. В этом году тоже год не стал исключением. Самое большое событие – это, конечно, я и мой наставник, республиканский конкурс, который был, который, Алданский район были организаторы. И на нашей причине легла большая ответственность. Мы принимали 15 улусов у себя в детском саду. Организовали им комфортные условия для проведения занятий. Но также выставили от района своего, своих двоих педагогов. И они заняли почетное первое место. Конечно, было очень волнительно, ответственно, потому что мы представляли не только свой детский сад, но и район в целом. Конечно, эмоций было очень много. Насыщенный был очень конкурс. Самым маленьким воспитанником садика всего полтора года. В 2020-м Снежинка стала республиканской инновационной площадкой по обучению и развитию детей раннего возраста. Опыт работы с малышами алданских воспитателей был высоко оценен коллегами из Алтайского края. Мы реализуем программу «Первые шаги» для детей раннего возраста. И в этом году по приглашению РОИПК наши педагоги, старшие воспитатели совместно с молодым педагогом, Ирина Романна, они предоставляли свой опыт на большом совещании дистанционном между нашими РОИПК и Алтайским краем. Тоже получили хорошую оценку, нас похвалили очень за рассмотрение опыта, написание планов. Гармония в отношениях между наставником и воспитанником, формирование стремления к получению знаний и воспитание ряда личностных качеств – пожалуй, это основополагающие принципы как дошкольной, так и школьной ступени образования. В Алданской гимназии педагоги вместе со школьниками реализуют социальные практики. Они предполагают наращивание детьми позитивного духовного опыта. Результатом которого становится реальное действие на благо окружающих. Шестиклассники-гимназисты непременно исполнят чью-то мечту. Такова генеральная цель киноурока. Этот предмет в Алданской гимназии является обязательным. Два года назад школа присоединилась к Всероссийскому проекту, который совмещает в себе элементы образования и духовно-нравственного воспитания. Киноурок появляется в расписании, хотя и не каждую неделю, но регулярно. Я считаю, что киноуроки в России – это очень хороший проект, который помогает классному руководителю в воспитании духовно-нравственных ценностей у ребят. Таких понятий, как милосердие, добро, неприходящие истины, которые они не только обсуждают, но и потом реализуют в своих добрых делах. Всероссийский проект предполагает просмотр короткометражного фильма на уроке, его обсуждение и реализацию социальной практики. Ее суть связана непосредственно со смыслом фильма. Сам проект разрабатывается в ходе диалога учителя с детьми. Шестиклассники уже совершили несколько добрых дел, на которые их подвигли сюжеты кинокартин. Так, например, в пятом классе мы сделали сборник афоризмов, а потом уже вышли на социального партнера. Мы собрали корм для бездомных животных приюта «Надежда». Ну, естественно, мы сделали доброе дело и для нашей гимназии. Мы помогли с озеленением территории. В этом году уже расширили список социальных партнеров. В этом году мы собрали игрушки для благотоверенной организации «Дари добро», собрали книги, отвезли для детской городской библиотеки. На одном из занятий школьники ознакомились с картиной «Другой мир». Из детства нужно взять мечту, повествовал Эпиграф. У каждого человека она своя. Ребята узнают у родителей, бабушек и педагогов, чем они грезили в детстве. Итогом социальной практики станет воплощение в жизнь чьей-то мечты. Мы сначала обсуждаем с ребятами, потом выбираем, что будем делать по социальной практике, потом обсуждаем с родителями и уже, учитывая мнение учащихся, принимаем окончательное решение. Но я считаю, что проект Всероссийский очень хорошо помогает реализовать духовно-нравственное воспитание у учащихся. И наши ребята с радостью смотрят фильм и участвуют в социальных практиках. Если в России 2023 станет годом педагога и наставника, то в Якутии он также пройдет под эгидой труда. Из поколения в поколение жизнь развивается и меняется к лучшему, благодаря силам, в первую очередь, тружеников. Более 30 лет назад эту местность впервые огласил протяжный гудок тепловоза. В Алдан пришел первый поезд. Сегодня станция является узловой, а в декабре 1992-го здесь была только гравийная насыпь. Перрон, как и вокзал, еще предстояло построить. Мы строили уже у Таям, Тит, разъезд Тит-Янги, большой, малый Немнер, вот эту ветку. И до Якутского, в Качикаце, нашего мехколона 155-го, моя любимая, родная. Это кадры встречи строителей железной дороги, прошедшей в декабре минувшего года. 30-летний юбилей прихода первого поезда «Валдан» для них стал глубоко личным праздником. За чаем ветераны вспоминали трудовую юность и молодость, достижения и ни с чем не сравнимое чувство гордости от выполняемых задач. Строителей и железнодорожников сплотило великое дело, а судьбы навсегда связала стальная нить железнодорожной магистрали. Это, можно сказать, семья. Много друзей, сейчас уже, правда, все разъехались, кто-то ушел в Царство Небесное, в мир иной. Но это поддержка, помощь, буквально во всем. Строительство железнодорожной линии Беркакит-Тамот началось в 1985 году. А ям называют младшим братом Бама. Амура-Якутская магистраль унаследовала лучшие черты и традиции стройки века. Воплотившиеся, прежде всего, в людях. Работали сплоченно, рабочими коллективами. Надо сказать, что вот та закалка, которая была на Баме дана, когда именно сплоченные рабочие коллективы, бригады были основой рабочего класса на строительстве. Вырубка просеки, отсыпка путей, укладка рельсов, строительство магистрали велось круглоготично. Однако темпы не всегда были ударными. Завершающий этап проходил в сложных условиях, сопряженных с перебоями в финансировании, задержкой заработной платы и скудным снабжением. И открытие линии стало настоящей победой. Необходимость железной дороги для Якутии, она была настолько очевидна и настолько сильна для каждого жителя республики, для ведомств, руководителей, что в принципе те, кто пытались противостоять этому, они всегда проигрывали. В 2004 году появилось наконец-то постановление о строительстве железной дороги Томот-Кердем. И тогда мы в 2005 году уже стремительно пошли, без стяху. Благодаря жизнеобеспечивающей магистрали экономика Якутии вышла на более высокий уровень. Востребованность железнодорожного транспорта у населения растет, и пассажиропоток увеличивается. Открываются новые направления движения поездов, в Якутию доставляются большие объемы угля и различных видов грузов. В первую очередь народно-хозяйственного значения. Между тем, о завершении строительства сегодня говорить преждевременно. Железнодорожники, транспортные строители уже смотрят в сторону Магадана, в сторону Якутска. Надо обязательно добиться, чтобы железная дорога зашла в Якутск, иначе проект наш, он реализован не до конца, экономический эффект получается не до конца. Алданский район – признанный флагман золотодобычи. Почти 20 лет стажа Галины Золаревой неразрывно связаны с романтикой тяжелого труда. Именно так об основном периоде своей трудовой деятельности рассказывает сама Галина Николаевна. Она работала пробоотборщиком в шахтах и карьерах по добыче золота. Брали пробу, прям совком черпали, без ртути отмывали. Совочек был весь в этих, в значках вот этих вот золотых. Там же в ручье отмывали, там и в какой-нибудь канаве, где речка, вот так вот отмывали мы. Мы отмывали сартутью, отжигали в совочках на плитке обыкновенной и передавали уже геологам. Галина выросла в поселке Нижнесталинске, ныне Ленинском, основную часть населения которого составляли шахтеры. Впечатляющих примеров хватало. В 1979 году юная Галя приступила к работе на 41-й драге. О выбранном пути девушка не пожалела. Полюбившийся труд был не в тягость. Ну, скорее всего, я не понимала еще тогда, куда иду. Просто устроилась на работу и вот так вот понравилось, потом так вот и осталась. С друзьями и коллегами Галина Николаевна нередко делится воспоминаниями о труде на золотодобывающих участках. Работа с почвой предусматривала определенный алгоритм действий. А в отборе проб льда требовалась особая сноровка. Пробоотборщику есть что рассказать. Лед резали мы весной, потом, значит, подходил бульдозер. Трос привязывали к льдению рабочее и вытаскивали льдину на берег. Сегодня Галина Николаевна находится на заслуженном отдыхе, но без дела не сидит. Сейчас она работает в районном доме культуры. Отзывчивая, доброжелательная, активная оптимистка. Так Галину Николаевну характеризуют друзья и коллеги. Галина Николаевна человек отзывчивый, талантливый, творческий, коммуникабельный. Она принимает участие во всех мероприятиях, помогает. Труженик золотодобывающей промышленности бывшим не бывает. Это, прежде всего, характер, сила воли, выносливость и безграничная преданность своему делу. Ну, я так думаю, что это люди, во-первых, очень смелые, трудолюбивые, активные. И, несмотря на трудности, они никогда не сдавались. Вот разговаривая с нашими ветеранами, я всегда удивляюсь тому, что они оптимисты. В наступившем 2023-м Алдан отметит вековой юбилей. К знаменательной дате Совет ветеранов района начал сбор данных о тружениках, много лет отдавших золотодобывающей промышленности. И на сегодняшний день, благодаря активным людям, поселка Ленинский, Лебединый, Куранаха и Алдана, мы собрали больше ста списков этих ветеранов. И надеемся, что, когда будет празднование, мы не должны про них забыть. В 2021-м Алдану было присвоено почетное звание города трудовой славы. Подвиг, совершенный тружениками тыла в годы Великой Отечественной войны, невозможно переоценить. Алданцы сдали государству 16 тонн золота, а также иные полезные ископаемые. Традиции самоотверженного труда сегодня продолжаются.